Брать за основу историю и создавать что-то новое. Любят многие архитекторы и строители. В Иркутске уже на финишной прямой реализация проекта по восстановлению курбатовских бань. Что уже успели сделать специалисты, что им осталось доработать и как будет выглядеть обновленный объект, расскажет Данил Седов. Так звучит большая стройка. В самом центре Иркутска преображают 10 тысяч квадратных метров истории. Бани Курбатова и Русанова. Уникальное архитектурное сооружение, которое было построено еще в 19 веке, пустовало с 80-х. Сейчас это один из самых ожидаемых объектов столицы Прибайкалья. Реконструкция здания в центре внимания не только жителей, но и властей. Депутаты Думы Иркутска оценили ход восстановления курбатовских бань. В проекте сейчас проходят отделочные работы, финальная стадия, конфектация, пусконаладки. По сути, мы в процессе превращения здания, объекта в живой отель со своей философией, своей культурой, своей командой. При реконструкции курбатовских бань сделали все, чтобы сохранить исторический облик здания. Для этого заказали особый реставрационный кирпич. Внутри же, наоборот, делали все по самым современным технологиям. Ставку на гармоничное сочетание истории и достижение прогресса Н-Плюс при восстановлении бань выбрала не случайно. Такой подход позволяет по максимуму раскрыть туристический потенциал объекта. А это, как и развитие инфраструктуры городов, в числе приоритетных для энергохолдинга. Об этом постоянно говорит его основатель и общественный деятель Олег Дерипаска. Курбатовские бани в итоге станут масштабным комплексом, который будет включать и пятизвездочный отель. Большие планы не только по реализации самого объекта, но еще и внести в лепту развитие туризма всего города Иркутска, чтобы привлекать больше всего гостей, но это один из инструментов. Сейчас работа идет, по сути, уже над гостеприимством, над теми деталями, которые позволят людям приехать не один раз, а приехать еще. Потому что мы с вами понимаем, что наш регион, он привлекателен для всего мира. Когда люди слышат про озеро Байкал, в каких странах не бываешь, все хотят приехать сюда. Завершить все работы планируется уже летом 2024 года. При этом уже сейчас обсуждается, что обновленный проект станет частью туристических маршрутов столицы Прибайкалья. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Данил Седов. Новости по будням.